здравствуйте дорогие радиослушатели и все кто смотрит на youtube канале в эфире программа политинформания радиостанция народная волна чикаго самая популярная радиостанция на среднем западе сша ее ведущие эдуард брумер и геннадий брумер не называя фамилии нашего сегодняшнего гостя я бы употребил эпитет мастер с большой буквы великий современник большой художник и конечно гражданин с нами сегодня театральный режиссер и педагог иосиф леонидович айхель гаус иосиф леонидович добрый день добрый вечер даже пожаловать большое спасибо что в это позднее время вы согласились с нами побеседовать и я хотел бы у вас сразу вот спросить то что я перечислил перед тем как мы вас представили а что я сказал не то чтобы вы хотели слышать когда-то когда я был совсем молодым любое упоминание фамилии в газете или тем более в афише казалось предельно важно я очень ждал когда я получу какое-то первое звание и действительно или когда будет опубликовано какое-то мое произведение то ли в газете то ли ком-то художественном журнале и когда все это появлялось много лет тому назад меня это радовало восхищало я скупал много экземпляров газет я ходил по городу москве и видел что на всех афишных тумбах висит афиша с моим первым спектаклем ну и так далее и так далее потом прошли годы и я скажу вам что это все очень приятно это хорошо что все эти звания и все эти там награды все это есть но уже очень много лет я не в афише не программки нигде бы то ни было всего этого не указываю ну как мне иногда говорят ты не указываешь потому что ты там и заслуженный деятель и народный артист и профессор и лауреат но действительно мне кажется что самое главное это заработать имя имя и фамилию поэтому когда меня спрашивают где-нибудь на телевидении или там за рубежом или еще где-то как вас объявлять те где объявите меня и очень проехали гаусс и этого достаточно а по этому поводу я много шучу иногда я говорю что давайте объявим меня это мои действительные звания они очень смешные рядом с моей фамилией скажем я лауреат государственной премии турецкой республики или я почетный профессор тегеранского университета ну это вот такие шутки но на самом деле спасибо что вы меня позвали спасибо что у меня представили и если пойдет речь о том чем я занимаюсь я подробнее расскажу иосиф леонидович а как известно театр начинается с вешалки а с чего начинается театр школа современной пьесы школа современной пьесы начинается с названия потому что это не только название это программа театра это единственный театр в россии я так подозреваю что единственный театр в мире который никогда не ставит пьесы вторым экраном мы ставим пьесы только если автор принес пьесу в театр и отдал театру таким образом у нас прошли премьеры людмилы улитской димы быкова виктора шиндеровича вот только что только что неделю тому назад моя студентка дипломница выпускница моей мастерской гитиса алина кушим выпустила авиатор водолазкина бесконечные премьеры всех пьес жени грешковца и он сам и режиссер и автор нашего театра и актер играющий в нашем театре и я григорий острый могу перечислять бесконечно театру 32 года и поэтому театр начинается с пьесы из того что эту пьесу еще никто никогда не ставил или этот роман это неважно и осип леонидович у вас есть в биографии факт что вы работали в театре современника уже можно назвать наверное легендарный современник как бы вы чтобы вы сказали о современнике 70-х годов мы знаем о 50-60-х но вот вы работали в 70-х могли бы в общем описать актеров ту атмосферу который вы знаете сейчас ведь театре современник связи связи с тем что ушла из жизни галина борисовна волчек а до этого ушел из театра его директор и его ведущий актер олег павлович табаков естественно театр сильно поменялся тем более вот с уходом волчек но тем не менее вы совершенно справедливо говорить о том что это легендарный грандиозные фантастический театр такое явление в мировой культуре и мне посчастливилось вот как раз в 70-е о которых вы говорите это был 75-й год олег николаевич ефремов вот там за пару лет до этого ушел из современников амхат увидят с собой всех ведущих мастеров там и стегнеева и лаврову и и казакова и ну звезд 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 и галина борисовна волчек будучи великим выдающимся художественным руководителем это разные она не была великим режиссером она была крепким профессиональным режиссером но она была великим художественным руководителем театра и вот простите как художественный руководитель она сообразила то чему я у нее потом впоследствии чему я у нее очень и очень научился что стал делать в своем театре школы современной пьесы она одновременно пригласила в театр никому неизвестных молодых артистов никому сегодня эти имена много о чем говорят но тогда это была девочка выпускница ленинградского института марина не елова это была девочка студентка гитиса никому не известная лена ра лена яковлева это был известный только по фамилии костя райкин юра богатырев не буду там станистов стас садальский и она также пригласила двух режиссеров она пригласила валерию фоки валерия фокина ныне народного артиста профессора художественного руководителя александринского театра она пригласила меня в момент когда у меня не было диплома еще вот пригласив нас она параллельно пригласила ставить спектакли двух великих режиссеров георгий санчетов станокова который до этого никогда в москве не ставил и не больше не меньше гения мировой режиссуры анджи вайду и вот весь этот состав поднял современники 70-е годы стали счастливейшими годами в театр вернулся валентинович гав он как раз играл моем первом спектакле из записок лопатина вот самого лопатина в театр вернулся побродив по театрам москвы олег даль в театр ну и так что я буду перечислять это красивые счастливые прекрасные годы современника мне посчастливилось я там выпустил несколько первых своих спектаклей они стали заметными их наградили всякими очень высокими тогда премиями наградами я был замечен правда после этого я из современника ушел начал работать театре станиславского вместе со своим ныне великим режиссером со своим другом анатолием васильевым дальше меня выгнали из москвы запретили в течение двух лет работы это уже дальше дальше не дальше уже не современник а современнику я до сих пор бесконечно благодарен это мой родной театр я в нем вырос я с галиной борисовна и волчих общался до последних дней жизни и бесконечно ей благодарен как и табакову директору театра и оси федоанинович если продолжать тему вашего театра то 70-х в советское время будем говорить можно классифицировать театры допустим классические малый театр и мхат общественно-политический театр это я делаю квалификацию такую квалификацию чтобы вы меня можете поправить допустим общественно-политический театр таганка социальный театр современник и так далее вот а ваш театр а как бы вы квалифицировали вы говорите о семидесятых или сегодня я я говорю о том что в семидесятых восьмидесятых пятьдесятых я вот как театр имел направленную такую направленность общественно-политическое это таганка до социальное это современник и вы сейчас еще раз спрашиваю а театре школа со временем да я доволен да да вот как раз про ваш театр и спрашиваю как бы вы квалифицировали ваш театр это понятно да я скажу мне кажется что главное предназначение театра сегодня это такой ну вот так если совсем коротко вот сказать вот совсем просто главное предназначение театра это помогать людям жить помогать людям что-то познавать по своим по поводу себя самих театр такой институт по мне он сравним только с религией и в сравнении по мне опять же это это моя точка зрения театр объемнее религии разнообразней выше там и декорации похуже там и персонажи по банальнее вот а здесь все-таки чуть разнообразней как-то люди изобрели это такой этот институт это свойство самоанализироваться и поэтому как сказано в одном замечательном произведении василия макарыча шукшина там нравственность есть правда там сказано что вот если у тебя зуб заболел идешь в зубную поликлинику если рука сломана идешь гипс тебя кладут еще там тебе что-то делает хирур а вот если с душой куда и вот отвечая на вопрос василия макарыча шукшина я думаю что с душой но либо в храм либо в театр по мне театр честнее театр еще раз говорю объем не театр все-таки человечнее и я понимаю так что вот школа современной пьесы у нас к счастью вот мы не обделены вниманием зрителя мы очень много гастролируем очень много представляем вот россию на крупных международных фестивалях мы не раз бывали кстати на гастролях в америке в том числе и в чикаго и для нас вот это востребованная зрительская необходимость человеку который за это платит деньги а скажу что сегодня у нас в театре даже для москвы очень дорогие билеты очень и тем не менее у нас аншлаг зал переполнен всегда сейчас пандемия там сокращение это неважно и я понимаю что этот театр нужен тем для кого он в первую очередь существует людям зрителя а иосиф леонидович а главным спектаклем школы современной пьесы был спектакль наверно одним из таких выставочных это пришел мужчина к женщине замечательными альбертом филозовым и любовью полищук 500 раз насколько я читал эти артисты выходили на сцену к сожалению театр к сожалению спектакль был закрыт в восьмом году а могли бы вы для наших радиослушателей описать этих двух прекраснейших артистов и сказать несколько слов об этом спектакле как он создавался ну вы знаете создавался спектакль очень просто некий некий не знаю даже как он назвать некий журналист некий начинающий драматур по фамилии семён злотников приехал из таштента в ленинград тогда еще показал свою пьесу пришел мужчина к женщине юрскому юрский сказал что это очень интересно но это нужен какой-то необычнейший режиссер и послал его в москву к эфросу он приехал показал пьесу эфросу эфрос сказал знаешь у тебя очень интересная пьеса сложная но пусть молодые режиссеры этим занимаются вот есть режиссер васильев режиссера кельгаус это мои ученики вот отдай я пьесу одному из них вот из лотников собирался к васильеву но современник просто оказался ближе к тому месту где он остановился он пришел в современник принес мне пьесу скажу правду я не понял не ничего я вышел с ним на бульвар там через день стал прогуливаться и объяснять ему почему я не буду ставить эту пьесу поскольку я в ней ничего не понял он мне стал рассказывать что-то о своей жизни о том как он из ташкента приехал ленинград и что он там дел и как однажды он пришел к некой девушке знакомиться и что было и вдруг мне стало все очень ясно и вы знаете можно я еще раз почитаю вашу пьесу дальше эту пьесу ходил и предлагал сначала волчек потом олег николаевич ефремов потом еще разным режиссером в москве все боялись никто ее не брал и тогда я случайно совершенно предложил ее главному режиссеру хабаровского театра и он сказал приезжай ставь что хочешь я приехал и впервые поставил пьесу в хабаровске а потом шли годы прошло несколько лет и ко мне пришел филозоф который там остался без работы я работал режиссером театра современника сказал что помоги сделай какой-нибудь с нами спектакль вот со мной чтобы я мог ездить и деньги зарабатывать я говорю вот есть чудесная пьеса пришел мужчина к женщине мы стали искать женщину нашли такую же безработную любополищу я с ними начал снимать двухсерийный телевизионный фильм пришел мужчина к женщине и когда мы сняли этот фильм и так друг другу привыкли что стало как-то жалко расставаться я попросил табакова тогда директора театра волчек дайте на выходной день мы будем современники играть появилась такая вдруг такая формула такое название театр под руководством ось пары кельгауза пришел мужчина к женщине филозоф по лещу но дальше как-то нам стало жалко расходиться и мы придумали название московский театр школа современной пьесы и потом получили здание и потом все пошло 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 потом в театр пришел такой замечательный выдающийся артист алексей васильевич петренко и я придумал новый спектакль а чё это девафраки потом в театр пришли выдающиеся артисты мария владимиронова и михаил андреевич глузки я с ними поставил спектакль уходил старик от старухи и все понеслось и вот уже 32 года существует театр мы объездили в общем весь мир цивилизованный и вот чуть-чуть стучу по столу на котором у меня стоит телефон по которому я с вами разговариваю и к счастью вот сегодня был большой рабочий день завтра весь день с утра вечером идет очередной спектакль я даже играть завтра буду большую роль поскольку умер альберт филозов я теперь иногда вместо вот и в его ролях выхожу поскольку никому не доверяю вот так иосиф леонидович актеры как известно довольно сложные люди по многим причинам вот вы много лет работаете с разными актерами с великими и может быть не очень великими если среди актеров будем то быть плохие люди в том плане по жизни плохие я не имею ду может ли быть талант индульгенции к его характеру к его поведению и сразу следующий вопрос должен ли быть актер образован я имею ввиду много читать интересоваться или таланта хватает для того чтобы он выходил на сцену я вот следующее скажу об актерах профессия артиста это такая же технологически обусловленная профессия как как любая другая как профессия инженера врача повара кого хотите когда вот я слышу от каких-то людей или даже иногда критиков что артисту кроме таланта ничего не нужно я понимаю что это говорят дилетанты это говорят люди которые ну мало что понимают профессии не случайно я вот уже страшно сказать там полвека сначала я учился в гитсе потом я был там педагогом потом я был старшим преподавателем потом был доцентом потом был профессором потом и стал мастером то есть самое высшее звание когда набираешь мастерскую своего по имени вот я уже много лет набираю такую мастерскую я конечно же понимаю зачем вы видите все учим артистов четыре с половиной года режиссера пять с половиной лет мы учим технологии мы учим этот супчик варить рассказываем когда кладется морковочка когда мясо когда зажаливается лук а потом уже как у каждой хозяйки каждая хозяйка еще какую-то травку подкладывает еще каким-то перчиком там при присыпает или не присыпает вот то же самое здесь я какое-то время тому назад уже довольно давно я перестал преподавать на очных факультетах потому что не факультетах а очных мастерских потому что одно дело разговаривать с мальчиком или с девочкой которые только что окончили школу и учить правильно разговаривать правильно двигаться правильно играть это все равно дети которые не имеют собственного объема собственного запаса собственно содержание я стал набирать взрослых людей у меня такое очно-заочное обучение я набираю людей у которых уже есть образование поэтому в моих актерских тем более режиссерских мастерских люди у которых которые инженеры строители врачи педагоги люди с гуманитарным с техническим образованием мне очень важно что человеку есть что выразить и тогда я учу его как это выразить поэтому конечно же еще раз говорю как в любой профессии возвращаясь к вашему первому вопросу но везде есть плохие люди а вообще трудно сказать кто плохой кто хороший потому что один и тот же человек в разных обстоятельствах может по-разному проявляться один и тот же человек может в разные периоды своей собственной жизни по разному поступать и это и есть кстати тоже часть нашей профессии актерской и режиссерской к сожалению в актерскую профессию еще входят очень какие-то такие психофизические данные артисты очень важно вот там 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 много лет тому назад я взял на работу свою студентку она была юной милой девочкой она замечательно играла роли подростков девочек ей было там не помню там 19 20 21 год она много играла она стала заслуженной артисткой а теперь это располневшая тетка такая неопределенного возраста неопределенные фактуры при том что она заслуженная артистка я не знаю что с ней делать я держу ее из жалости хотя в принципе ее нужно уволить и в европе и в америке тем более я хорошо знаю я в америке много работал преподавал и спектакли ставил там с актером заключается контракт при котором он не может изменить ни цвет волос ни вес свой если актриса поправляется извините она нарушила контракт в россии к сожалению этого пока нет и поэтому режиссер вынужден терпеть кого-то кто уже его не устраивает иосиф леонидович углубляясь в историю в восемьдесят третьем и по восемьдесят пятый год вы работали в легендарной таганке а известно что это было очень сложное время для этого театра ушел любимов там начались скажем рожение прожение сложные времена могли бы описать то время и ту таганку мы знаем таганку высоцкого и любимого а вот таганка вы знаете дорогие вы вы задаете мне такие глобальные серьезные вопросы я очень благодарен но на каждый из этих вопросов нам надо с вами делать серию передать потому что на каждый из этих вопросов можно я могу диссертацию защитить можно лекцию прочесть да я мне посчастливилось когда меня выгнали из москвы не давали работать меня юрий петрович любимым нашел черти где и позвал работать на таганку я там поставил опять же пьесу злотникова сцену фонтана и это был спектакль который во многом потом определил мои поиски то есть это был спектакль где впервые открыл такой жанр опера балет клоуна да танцы на льду в общем все жанры в одном спектакле я потом очень много этим пользовался и до сих пор вот очень люблю жанр смешанных жанров то есть такой спектакль где каждая картину или каждый акт меняется жанра спектакля то время было прекрасным потому что в расцвете был любимым потому что вот только что вот недавно ушел высоцкий и любимого что поставил спектакля высоцком и он репетировал замечательный замечательный свой спектакль борис годунов и тогда были как говорят там в полной силе в полном соку и и джебраилов и золотухин и лёня филатов и аладимидова и ну прямо вот весь цвет таганки в это время любимого уехал в лондон его лишили гражданство в театр пришел эфрос театр раскололся большинство артистов эфроса не приняли при том что он был великим режиссером но пришел в чужой дом и я вместе с леонидом филатовым с шаповаловым с великим гениальным художником давидом боровским свиньи смехом мы ушли в современник наскали борис на волчих всех взяла и дальше мы уже продолжали работать современники а к сожалению анатолий васильевича тоже мы знаем трагически закончилась жизнь на таганке он умер через несколько лет его так и не принял театр и это вот было чудовищное советское время когда все закрывали все запрещали железный занавес когда любимом был лишен гражданство но к счастью очень быстро наступила та самая перестройка которую сегодня многие клянут и любимов вернулся и таганка еще работала но пришли другие времена взошли другие имена иосиф леонидович мы сейчас уходим на короткую рекламную паузу через пару минут вернемся не отключайтесь пожалуйста спасибо хорошо спасибо хорошо мы возвращаемся программу политинформания радиостанция народная волна чикаго ведущие эдуард грумер и геннадий продолжаем беседу с советским российским театральным режиссером создателем и художественным руководителем театра школа современной пьесы иосифа мария хильгаузом иосиф леонидович вы с нами иосиф леонидович недавно в программе есть такая программа называется эмпатия манучи выступала известная российская актриса я думаю может быть вы ее знает знаете или видели анна уколова и она сказала что актеру не обязательно принимать участие в общественно-политической жизни страны актер должен заниматься своей профессии а вот лезть во все вот это вот она считает что это неправильно на ваш взгляд должен ли актер быть общественно политическим активным и смотреть на все будем так быть своим взглядом какая-то гражданская позиция может быть у него должна быть вы знаете я к сожалению в большом наверное говорит о моей старости или отсталости я не знаю артистку уколову совсем не знаю не видел никогда не в театре не в кино не на телевидении может потому что я мало туда хожу вот и поэтому это право любого артиста любого режиссера и любого человека быть политически активным и или политически нейтральным я всегда всю жизнь вот всю жизнь просто сколько я себя помню там пионерского возраста когда я еще не понимал что не нужно быть пионер потом я уже понимал и не был ни комсомольцем ни членом кпсс и дальше во времени я всегда интересовался тем что происходит стране и понимал что моя жизнь это часть жизни страны и поэтому для меня были какие-то времена счастливей шеи это те самые девяностые которые сегодня многие проклинают какие-то времена для меня были глухие застойные еще какие-то но я никогда не хотел при том что меня очень много лет более 40 лет меня не выпускали за рубеж совсем потом стали выпускать я очень много ездил очень много работал я уже говорил что много работал в америке я довольно долго преподавал в ротчестерском университете я поставил спектакли и в родчестве и в нью-йорке в знаменитом знаменитом театре ла-мама и я очень много я ставил в национальном театре израиля оставил в национальном театре турции оставил в замечательных театрах швейцарии болгарии франции ну и дальше буду бесконечно перечислять и вы знаете где бы я ни был где я не ставил не читал лекции во многих мировых университетах почти везде мне говорили оставайтесь работать пожалуйста вот прекрасные условия мало того даже в америке со мной жила моя старшая дочь маша которая сейчас такой выдающийся знаменитый сценограф россии ну что понятно было она лауреат шестикратный лауреат самой престижной премии золотая маска даже помню я почему говорю маша как раз закончила тогда восьмой класс и я пришел остаться в университетской школе и маска мне очень нравится в америке замечательно но давай все будем жить в москве и мы с ней при том что я родился в одессе и мы с этой дочкой ну в общем вот я живу здесь у меня очень многое здесь не нравится и но не очень много еще где то не нравится и поэтому если я могу на что-то повлиять на политику или на культуру или на даже на какие-то бытовые ситуации связаны с другими людьми я влияю но я не осуждаю людей которые этим не занимаются я не осуждаю людей как при этом не выходят на митинги и наоборот не приветствую тех кто да выходит а я иногда выхожу иногда не выхожу иногда подписываю какие-то письма в защиту иногда не подписываю я довольно часто сам участвую в каких-то довольно таких резких политических шоу там скажем в передаче у золовьева передачи 60 минут или время покажет иногда я туда по долгу не гожу я мне кажется что мне хорошо ходить вдруг опять иду и что-то выкрикивает чаще всего я не согласен там с большинством выступающих но это это ничего не знаю я вернусь к выступлению я запомнил фамилию укола я никак не могу прокомментировать вы знаете есть такие чудесные стены для вида самуэлла это левитам стены каждый выбирает для себя женщину религию дорогу дьяволу служители пророку выбирая для себя я буду так считать если это интересно но выбирая для себя и поэтому вот я выбрал такую жизнь кто-то считает что я слишком либерален и поддерживаем так либерально-демократические силы а кто-то считает что наоборот я достаточно борюсь за за линию там государства и правительства и ну я не трудно что-либо об этом не трудно но я живу как живу живу как считаю нужным я считаю что главное это ну не предавать себя самому не совершать подлости не совершать каких-то неблаговитных в адрес других людей поступков ну так вот так так стараюсь жить иосиф леонидович вы уже упомянули что выходили на передачи 60 минут соловьеву несколько лет назад было на передаче соловьева был знаковый поступок режиссер рахель гауза когда на хамские слова политолога куликова режиссер да да рахель гауз одессит жав кулаки двинулся чтобы наверное наверное наверно была такая наверное помочь политологу куликову осознать неправильность своих слов как вы читаете добро должно быть с кулаками ну вы знаете это тогда был сильный эмоциональный порыв это неверно вы знаете у меня несколько было поединков у того же соловьева жириновским он меня пытался там водой полить там я пытался мне вот уже стаканом брать я на самом деле вы правы это такое одесская еврейская эмоциональная возбудимость быстро со мной это бывает но я должен сказать я все-таки стараюсь себя сдерживать держать в руках потому что но все-таки ну как-то режиссер хулиган тем более сегодня когда там у меня огромное количество учеников выпускников когда там ну не знаю люди читают мои книги когда люди ходят мой театр когда я мелькаю не только в общественно-политических но и культурных передачах в радио телевизионных ну неприлично вот я думаю куликов мерзавец и негодяй я это говорю вслух я в этом уверен и убежден но думаю что как выходить на бой кровавый выходить драться это неправильно я себя в этом смысле осуждаю это неверно и осип леонидович да вот если б вас была возможность взять свой театр владимира путина как актера или кого-то из его окружения а вы бы взяли владимира путина свой театр он хороший мог бы быть актер или может кто-то из его ближайшего окружения вам интересен как режиссеру ну я должен вам сказать что владимир вольф жириновский несколько раз играл в нашем театре и о я вообще это очень люблю в нашем театре играют непрофессиональные артисты при том что у нас труппе сейчас девять народных артистов россии то есть звезды там ирина алферова татьяна веденеева татьяна татаня васчилева там и для нас она и в общем-то молоде качан саша галибину знаменитые артисты при этом я иногда приглашаю совсем не артиста политики конечно же по своей такой физиологии по своему по необходимости представать перед людьми они конечно во многом актеры что касается путина я встречался с ним два три раза в жизни всего лишь не вижу только вот его пресс-конференции вижу его какие-то проявления безусловно он человек талантливый артист безусловно как и многие как вы говорите из его окружения и оси леонидович хотел бы с вами поднять еврейский вопрос благодаря вашей фамилии давай исхождению как вы считаете евреи в русском искусстве и в русском театре они привнесли что-то важное что-то то на чем сегодня русский театр стоит существует живет вы знаете это вопрос риторически безусловно безусловно я на самом деле понимаете я по рождению безусловно евреи но я еврей который на иврите знает одну фразу слеха не ломеда бербе в риттерах руси ну я еще там три-четыре таких фразы знаю когда я ставил в национальном театре в тель-авиве гадиме я чтобы не запутаться я выучил фразу выходя из своего дома я подходил я подходил к первым попавшимся евреем на улице и спрашивал слеха их ли агела театрон габи его что означает значит простите как пройти к театру габи на что чаще всего я получал ответ на русском языке ой зачем это коверкать язык габи вы пойдете прямо повернете налево поэтому я к сожалению я и дыш хорошо знаю то есть знаю я абсолютно понимаю естественно читать писать не могу потому что бабушка и дедушка говорили наиды но если быть абсолютно честным откровенным я конечно же вы правильно сказать советский и русский режиссер я вырос на русской литературе я вырос на русской культуре я хорошо знаю вообще там русское искусство разных проявлениях и поэтому конечно для меня национальность я горжусь я рад да я еврей дедушка мой мэр ханонович рейхельгаус который там был председателем знаменитого колхоз за миллионера в одесской области а папа мой леонид миронович рейхельгаус ведь уже не мэрович а миронович рейхельгаус он был героем войны расписался на рейхстаге не так давно вышли в книге граффити русских солдат и там в моем папе целая глава вот там найдена его фамилия и так далее и так далее и поэтому я конечно знаю огромное количество евреев огромное количество даже сегодня не говоря уже одни давних моих старших учителях это и захар и глинбориста волчек и марк разовский и кама гинкас и где-то и нож я буду без конца называть и лёва додин и я буду без конца называть нынешних руководителей российских театров но я думаю они к еврейству имеют такое же отношение как я то есть сегодня я уже хожу у нас есть такой российский еврейский конгресс и там такой председатель юрий исакович канер который президент этого конгресса он часто приходит к нам театр и я регулярного час ходил там песок отмечали а я хожу часто на какие-то его мероприятия встречи но так случилось что я практически там за исключением там двух-трех мелких случаев никогда в течение жизни не ощущал дискриминации по вот этому злополучному пятому пункту я легко поступал в институты правда меня из них также легко потом выгоняли но не за национальность а за профнепригодность я легко работал и продолжаю работать я еще раз я преподаю в нашей лучшей театральной академии много лет руковожу одним из ведущих московских театров издаю книги в самых крупных издательствах которые мне заказывают книги платят за них я езжу по всему миру по приглашению университетов и театров на работу и это я так долго себя хвалю том смысле что мне никак еврейство мое в этом не помешало поэтому я ничего не могу по этому поводу сказать йосиф леонидович вот во время репетиций в театре часто ли можно услышать от вас не верю я думаю что вы наверное знаете моя первая книга которая вышла там четверть века тому назад так и называется не верю поэтому и задал вопрос на самом деле часто можно услышать потому что не верю это же не просто слова не верю а не верю это это значит что артист не убедитель это значит что те зрители которые я же сижу в зрительном зале и смотрю и поправляю артисты значит я понимаю что здесь будет сидеть зритель и для него игра этого артиста будет неубедительно поэтому я произношу не верю не только от своего имени а от имени того зрительного зала который за это еще деньги заплатят купит и будет здесь сидеть да довольно часто можно услышать может не буквально этими словами не верю но словами нет не убедительно не мотивировано неверно не точно да часто можно услышать поэтому я и работаю вот со своими любимыми артистами, хоть они и народные, со своими любимыми учениками, большинство из которых уже заслуженные и просто очень хорошие и популярные артисты. У нас очень сильная труппа. И они мне доверяют, они мне верят. И я изначально верю в их талант. Это главное. В их талант, в их профессионализм, мастерство. Поэтому мы вместе работаем. Хотя по профессии я обязан иногда говорить не верю. Иосиф Леонидович, я думаю, что вы хорошо помните фильм «Берегись автомобиля» и роль Евгения Ястигнеева, где он играл режиссера Народного театра, такой режиссер-тренер. Такой вопрос. А не стоит ли замахнуться на Вильяма нашего Шекспира? Хотя вы объяснили, что вы берете пьесы только современные, но все-таки. А зачем? Вы знаете, я действительно очень люблю современную драматургию. Драматургия, которая имеет отношение к моей жизни. Я становлюсь таким полноправным автором спектакля. Потому что я беру замечательного писателя, он автор текста, а я становлюсь автором спектакля. Поэтому не случайно, все по-разному, но я никогда не ставил античную драму или комедию. Я никогда не ставил Мольера, Шекспира, Гальдони. Я очень многих могу перечислить из тех, кого я не ставил. Единственное исключение это все-таки Антон Павлович Чехов. Вот я его особенно за рубежом или в других театрах, не в своем, но в своем тоже я ставил. Я все-таки ставлю Чехова, считая его величайшим драматургом всех времен и народов, не случайно его пьеса Чайка опередила пьесу, которая там не одно столетие занимала во всех рейтингах первое место. И вот лет 20-30 тому назад пьеса Чайка обошла Гамлета Шекспира и сейчас это самая репертуарная пьеса мирового театра. Поэтому я сознательно не замахиваюсь на Вильяма нашего Шекспира. Хотя, вы знаете, если бы вдруг там, я не знаю, вдруг какой-нибудь очень интересный театр с очень интересной труппой предложил мне поставить Ромео и Джульетту, например, там, в Израиле национальный театр, я бы придумал, я бы взял арабскую семью Ромео и иудейскую семью в смысле Монтеки и иудейскую семью Капулетти и придумал бы спектакль в двух переводах, там бы говорили по-арабски, здесь бы на иврите, ну вот, например, это я вот сейчас импровизирую для вас, но, в общем-то, наверное, никогда нельзя зарекаться, я надеюсь, у меня еще есть какое-то время для работы, так что, может, и Жульетт Спира как-нибудь рванем. Иосиф Леонидович, вы говорили, что в вашем театре играет много народных артистов и заслуженных, выдающаяся, я считаю, актриса замечательная, Елена Всеволодовна Санаева, вы в интервью говорили, что раза три или пять раз, я могу ошибаться, подавали ее название народной артистки России, и каждый раз Министерство культуры по какой-то причине отказывает, мой вопрос, насколько актуально сегодня актеру иметь это звание, и почему все-таки Санаевой так и не дали звание, которое, будем так говорить, она, в принципе, заслуживает? Вы знаете, это звание, вот как мне сказал один замечательный артист, я его там спросил, говорю, а вот это звание, вот как вам, вот то, что вы меня сейчас спросили, я его спросил, говорю, а как? Он говорит, знаешь, писать его не надо, это звание, и размахивать им не надо, но приятно, когда оно у тебя есть, поэтому, что касается Санаева, я могу сказать, мы с Санаевой недавно выпустили спектакль несколько месяцев тому назад, это книга моей мамы, мою маму звали Фаина, и она написала такую документальную книжку, она несколько лет тому назад уже умерла, ей шел 92-й год, и ее звали Фаина, а я там лет 30 тому назад снял фильм телевизионный, который назывался Эшелон, поэтому спектакль называется Фаина Эшелон, и вот Санаева играет мою маму, играет замечательно, и спектакль вроде по общему такому ощущению очень хороший, мало того, он вот идет несколько месяцев, он получил огромное количество премии, в том числе Санаева недавно получила государственную премию России с очень большим денежным вознаграждением за лучшую роль прошедшего сезона, вот нынешнего, за лучшую женскую роль, и это, знаете, народных артистов немало все-таки, а вот лауреатов государственной премии да еще за роль очень мало, что касается премии, я с вами совершенно согласен, и я тоже спросил у начальников, почему, 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 начальники, говорят, не доглядели, гарантируем, обещаем, что в ближайшее время получим, Санаева получит, так что я надеюсь, дай бог нам дожить, что в ближайшее время она это звание получит, тем более, еще раз говорю, вот артисту это нот очень приятно, вот только что мы, опять же, за спектакль Фаидный эшелон получили очень престижную премию, премию профессионалов, коллег, лучший спектакль сезона, гвоздь сезона называется, гвоздь сезона, и я попросил Санаева, чтобы она поехала принимать там из рук коллеги на председателе СТД эту премию, она была счастлива, поехала, получила, и вот радостно, радостно мне сообщила, что вот я получила нашу премию, сейчас нас опять выдвинули еще там на три следующих премий очень престижные, так что я думаю, мы вниманием не обойдены, вот так. Иосиф Леонидович, знаю, время наше заканчивается очень короткий вопрос и очень короткий ответ, кого вам не хватает сейчас в жизни, с кем бы вы хотели, вот просто одну фамилию обсудить своего. У нас пару секунд остается. У нас пару секунд. Могли бы назвать? Мне не хватает только моих родителей, со всем остальным я готов смириться. Вот я каждый день вспоминаю своих любимых родителей, хочу сказать всем детям. Дети, помните, что придет время, когда вам некому будет позвонить, не с кем будет посоветоваться, некому будет показать свою работу. Любите и берегите родителей. Иосиф Леонидович, огромное спасибо за это интервью, мы вам желаем здоровья, успеха, чтобы ваш театр расцветал, и мы, когда закончится пандемия, ждем вас, и ваш театр, и ваших актеров в нашем замечательном городе. С удовольствием, как позовут, сразу приедем. Спасибо. Спасибо вам, берегите себя. Субтитры сделал DimaTorzok